Киевлян предупредили об изменениях оплаты проезда в транспорте, что известно. В Киеве с 4 октября изменится система списывания денег при оплате за проезд банковской картой в общественном транспорте. Эти нововведения затронут как жителей столицы, так и гостей Киева. Какие изменения будут при оплате за проезд, рассказывает РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на Киев цифровой в Facebook. Что изменится в оплате с 4 октября? При оплате проезда банковской картой каждые два платежа будут объединяться. То есть, если вы оплачиваете проезд средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, оплата списывается за каждые две поездки в течение дня. Если оплатить проезд банковской картой только один раз, тогда оплата спишется в конце дня, после 21 часа. Важно! Банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими, воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами. Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Сканируйте транспортную карту или QR-билет на валидаторе, через несколько минут запись об использовании появится в приложении. А что говорить контролерам? При оплате проезда банковской картой вам необходимо будет сказать контролеру последние четыре цифры номера карты. Если вы оплатили проезд через Apple или Google Pay, назовите четыре последних цифр виртуального счета вуаллет. Если вы оплачиваете проезд QR-билетом или пластиковой транспортной картой, контролер просканирует их своим считывающим устройством. Важно! Записи в цифровом об использовании билетов и поездок созданы только для вашего удобства и не всегда появляются мгновенно. Если контролер требует запись в приложении, обращайтесь с жалобой на горячую линию Киевпостранца 0800 504 411. Ранее мы рассказывали, кто сейчас и как может получить карту киевлянина, дающую право на льготы. А также мы писали о том, кто имеет право ездить бесплатно или с льготами на пригородных электричках.